всем привет зрители подписчики моего канала ребят сегодня буду ремонтировать задний редуктор дворника зиму отработал нормально наоборот что-то потеплело блин скорее всего я так думаю здесь окислилась и он стал клинить перестал работать здесь немного подожжено но контакт здесь есть это наверное от старого еще хозяина здесь были какие-то траблы давайте приступим к разборке посмотрим состояние так откручиваем здесь четыре винтика так что мы видим у нас здесь все в смазке все здесь замечательно все отлично никаких как бы на второй взгляд траблов нет так ну в любом сейчас случае нужно будет разбирать вот эту часть обычно если здесь все смазано все хорошо окисляется вот в этом вот месте ему очень тяжело вращаться сейчас мне понадобится здесь снять стопорное кольцо ребят колечко здесь очень такое тоненькое вам ее не похерить немного разогнул потому что неудобно но неправильно конечно так снимает мы и пассатижный поправим тут страшного ничего нет нам нужно чем-то немножечко стукнуть так ничего здесь не повылетает да не должно охренеть ребята точно заклинил сейчас попытаюсь просто его выбить оттуда ровнее положу чтобы редуктор не сломать охренеть как он его там бедный перебонькал я не знаю ребят очень тяжело очень тяжело хотя смазка есть но смотрите как я и предполагал вначале я вам сказал что он здесь окисляется вот эта вся херня хоть и смазанная вот но уже видно то что окись есть значит что нам нужно сделать ну да ребята ты видно камера не передаст но сто процентов то что я прав грамм вот она окись и она ее закоксовал то есть ориентировочно до сих пор все покрылась окислой так наждачка кусочек нашел возьмем карандашик обернем его наждачкой в принципе проходит и почистим его на вот видно очень сильно то что все окислилась не могу понять почему хотя резинка все там стоит нормально так тут еще оказывается резиновое колечко стоит мы его заменим ребята она дубовая здесь вот в оправе я даже не заметил ни хрена вот мы поставим новое колечко она здесь служит как манжета типа сальника все сейчас очищаем после наждачки остаются эти мелкие фракции которые будут раздрюкивать его потом нужно все прочистить хорошенечко тряпочкой чтобы смазка у нас там ничего не попало попробую прогнать так насквозь чтобы сюда нас ничего не попадало ну в принципе все блестит как у кота яйца сам этот шток его протрем чтобы не было у нас этих окислений и заново помажем так смазку я буду использовать м с 1000 с молебденом здесь нагрузка на дворник имеется добротное сейчас помажу посадочное место для колечко я подобрал не то вот она мягенькие это у нас тоже сам шток обязательно хорошенечко промазываем даже интересно все было смазки какого-то лешего все окислилась непонятно так представляем ребят ну хочу сказать заходит довольно таки без люфта вначале даже было тяжеловато сейчас все отлично вообще вот все нормально здесь мы смазочку оставляем наверное кроме меня им особо никто не пользовался прежних хозяев я люблю когда работает все все вот эти вот мелочи обязательно должны работать работать так все скручиваем берем резиновое колечко одеваем он вообще замечательно сюда прям садится в принципе запрессовалась сложности нету дальше колечко уплотнительное чуть-чуть помажем посадочное место чтобы у нас тут ничего не перетирал на резинке колечко на место колечко на место ну и соответственно поправляем стопорное кольцо штопорное немного ее обжимаем в принципе все похоже на заводскую ну в принципе все пойдем ставить и ну все у нас и заработало всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал всем пока